Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 16 февраля Святая Матерь Церковь вспоминает событие, которое мы знаем как «Неделя о блудном сыне». Дело в том, что в этом году начало Великого Поста приходится на начало марта, и перед этим подвигом, который должен принести практически каждый верующий христианин, православный христианин, православная Матерь Церковь, являющаяся на самом деле матерью, заботясь о своих чадах, она установила подготовительные недели к этому великому подвигу. И вот вторая неделя посвящается как раз воспоминанию притчи, рассказывающей Спасителем своим ученикам о блудном сыне. Дело в том, что в Ветхом Завете образ отца является непререкаемой личностью, непререкаемым авторитетом. И вот в этом ветхозаветной семье младший сын просит отца, чтобы он отдал ему часть имения, то есть часть его богатства, отец соглашается, отдает сыну, и сын уходит в другой город, и это богатство, эти деньги растрачивает в пустых развлечениях. И вот когда у него не осталось денег, все его друзья и знакомые разбежались, и он был вынужден наняться на очень низкую работу, пасти свиней. И вот пася этих свиней, он был очень голодный, даже корм, который давали свиням, он не мог себе позволить. И вот как-то раз, сидя днем, он сказал, говорит, как у моего отца все-таки хорошо, даже простые служащие и слуги его избыточают хлеб, то есть много у них еды, а я сижу здесь и голодный. Я перед отцом своим очень много согрешил, пойду к своему отцу, покаюсь и скажу, отче, прости меня, ибо я согрешил пред тобою и перед небом, перед Богом. И вот он собирается, идет в свой отчий дом, и когда он к нему подходит, отец видит, что идет его младший сын, он выбегает из дома, и не просто ждет, когда он к нему подойдет, он бежит к нему, обнимает, вводит его в свой дом, и сын ему говорит, говорит, отче, прости меня, ибо я согрешил пред тобою, и сдержав вот эту часть имения, и то, что я тебя очень сильно обидел. И тогда отец не просто его простил, он надел его в лучшие одежды, дал ему перстень, то есть восстанавливая в сыновнем достоинстве, и велел закладь упитанного бычка и устроить грандиозный пир. И вот когда старший сын возвращался с работы, он увидел, что идет великий пир, он спрашивает, а что так веселяться? И ему говорят, говорит, младший сын вернулся, поэтому такое веселье, он говорит, отцу воздвигает такое обвинение, и говорит, почему, говорит, отче, вот я все время с тобой, и ты мне даже маленького козленочка не дал. И на это отец говорит ему, что надо радоваться тому, что хоть он и сдержал часть имения, но он домой вернулся, он покаялся, и он понял, что сделал не так. И вот в этой притче Господь показывает каждому из нас, как Господь любит своих сыновей, потому что все мы с вами, это дети Бога Отца Небесного. И чтобы войти вот в этот подвиг Великого Поста, мы с вами должны иметь точно такое же устроение, кричать и говорить, потому что нет такого человека, который бы прожил и не согрешил. И мы должны с вами все сказать и покаяться перед Отцом Небесным, чтобы, войдя в подвиг Великого Поста, мы вошли не с горделивым сознанием, что вот мы такие можем и пост хорошо держать, и молиться хорошо, а наоборот, иметь смиренные помыслы, что грехов много. И вот пост как раз предназначен, это время поста, для того, чтобы омыть наши с вами грехи слезами покаяния и добрыми делами, то есть постом. Потому что сам Господь сказал, что этот род исходит только лишь от поста и молитвы. 21 февраля православная Матерь Церковь празднует память святого великомучника Фёдора Стратилата. Стратилат переводится с древнегреческого как «великий воин», «военачальник», «воевода». Это было в начале IV века на севере Турции. Он был простым воином, очень прекрасной наружностью, был очень верующим христианином и нес слово Христово среди язычников. И вот в пригороде того города, где он проживал, водился огромный змей, который мучил и воровал жителей, крал у них скотину. И вот этот воин берёт копьё, берёт свои доспехи и идёт к месту, где обитает это страшное животное, этот огромный змей. Помолившись и призвав имя Спасителя на помощь, он убивает этого змея. И вот этот его подвиг разносится по всем окружным селениям и доходит до слуха самого императора. И он его приглашает в город Леники, чтобы он стал там как раз воеводой или военачальником, возглавив вот эту область от имени римского императора. Святой Фёдор не стеснялся и не скрывал, что он является христианином, он нёс веру Христовой. И к началу того, когда его великомуческого подвига, практически большинство жителей этой области были уже христианами. И вот этот император Леники в начале IV века возвих очень жёсткое гонение на христиан. Призвал святого Фёдора к себе и сказал, что он должен отречься от Христа и принести жертву идолам. И вот здесь святой Фёдор проявил такую хитрость. Он сказал, говорит, хорошо, я согласен принести жертву, но пускай вот все идолы, какие существуют в этой области, будут принесены вот в эту залу и поставлены. Жители собрали всех этих идолов, которые были сделаны из золота, из серебра, и вместо того, чтобы воздать им хвалу, он их всех разбил, а вот эти вот оставшиеся кусочки он всем раздал нищим. Император рассверепел и приказал жестоко мучить его. Он претерпел страшные пытки, но Господь, видящий такую веру своего верного сына, он даже здесь уподобил его, исцелив от всех вот этих вот страшных козней, от страшных мучений, от этих яств. На следующее утро святой Фёдор был цел и невредим, но не желая отказаться от подвига мученичества, он добровольно приходит к императору и снова предлагает себя на мученическую жертву. И выводя его, его протыкают копьем. Перед самой своей смертью своему слуге, мученику Уару, он заповедует и говорит, чтобы он взял его тело, отнес в город, в его родной город, где он начинал свое служение, и там бы похоронил его. И тем самым говоря, чтобы люди, приходя к его, воздавали ему славу вот в день его как раз представления или кончины. И с того самого момента святой Фёдор, военачальник, получил прозвание Фёдор Стратилат. Святой Великомученик, один из самых почитаемых святых в Православной Церкви. 22 февраля Святая Православная Матерь Церковь проводит Вселенскую Родительскую Субботу. Она отмечается перед Месопустной неделей, то есть перед неделей воспоминаний о Страшном Суде. Всего, согласно уставу Православной Церкви, две Вселенских Родительских Субботы. Одна Месопустная, которая перед началом Великого Поста, и вторая – это Родительская Троицкая Вселенская Суббота. Дело в том, что вот в эти два дня Церковь сугубо призывает каждого верующего человека помянуть и вспомянуть грехи всех своих усопших отец и братьев, вне зависимости от того, знаем мы их, не знаем, помним или не помним. Почему называется она Вселенская? Потому что полнота всей Церкви в эти два дня сугубо молится о всех представившихся о Господе Иисусе Христе. И сам Господь сказал, что у Него нет мертвых и живых. И на небе точно такая же Православная Церковь, как у нас с вами здесь на земле. И поэтому они ждут наших с вами молитв, сугубых прошений ко Господу нашему Иисусу Христу. И вот в эти дни очень многие спрашивают, как же проводить вот эти вот Вселенские Субботы. Многие ездят на кладбище. Дело в том, что сам Господь говорит нам, что вот что в молитве с верой попросите во имя Мое, то будет вам. И первоочередная наша с вами обязанность — это прийти в храмы и воздать молитвенное благодарение и молитвенное призывание ко Спасителю о грехах тех людей, которых мы знаем, не знаем, то есть о всех наших с вами родителей и прародителей. Для чего это делается? Дело в том, что невозможно человеку прожить и не согрешить. И вот эти грехи могут отягощать душу, когда она исходит из нашего с вами мира. И когда мы делаем добрые дела, творим дела любви и милосердия, подаем милостинку, приходим в храмы Божьем, стоим на службах, молимся, призываем Господа, чтобы Он услышал нас, молимся соборно. То есть не просто в одном храме, а в каждом православном храме, неважно, где это находится, в каком государстве, в Америке, в Австралии, в Канаде, в России, везде в этот день верующие просят и просят о том, чтобы Господь умилостивился о грехах наших с вами всех родителей. Поэтому, конечно же, желательно, чтобы пришли, вечер у нас богословие начинается с вечера, поэтому вечером обычно служится вечерняя служба и парастаз, а утром совершается божественная литургия, и после нее служится панихида. И вот в эти самые дни, после вот как раз службы, когда мы с вами приобщимся плоти крови Христовой, когда отстоим на панихиде, вот после этого мы уже с вами можем съездить на кладбище, поухаживать за могилками наших с вами усопших родственников и уже частным образом отслужить или литию, или прочитать 17-ю кофизму, чтобы Господь еще и еще раз обратил внимание на наших с вами родителей. В День памяти Ксении Блаженной митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф посетил храм в честь святой Ксении Петербургской в селе Арское. По случаю престольного праздника владыка совершил божественную литургию. Блаженная Ксения Петербургская – одна из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Вряд ли в нашем Отечестве можно найти храм, где нет ее святого образа. Ее жизнь – труднейший подвиг, подвиг юродства Христа ради. Этот шаг она предприняла после внезапной беспокаяния смерти своего супруга. Этим подвигом она хотела доставить пользу душе своего усопшего супруга. Она стала молитвенницей о нем. Она стала предпринимать такие подвиги, которые могли бы ему в той вечной жизни помочь. Она отказалась от крови от своего дома, отдала его другим. Время она проводила в молитве. А когда строили Смоленский храм на Смоленском кладбище, по ночам она носила кирпичи на стройку, помогая в строительстве храма. Еще при жизни блаженная Ксения помогала людям, проявляя чудеса прозорливости, принося удачи и благословения. Святая отошла ко Господу в начале 19 века. Сегодня источником неиссякаемой благодатной помощи для множества людей является ее могила в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. К этой динной святой обращаются повсеместно, посвящая к ее имени монастыри и храмы. Великолепная белоснежная церковь Блаженной Ксении Петербургской является жемчужиной Арского. С Богоявленским храмом, который ведет свое начало от 1649 года, она гармонично сочетается, невзирая на разный архитектурный стиль и возраст разницы в 350 лет. От церкви Блаженной Ксении впоследствии был задан стиль остальных построек. Благодаря этому удалось создать единый ансамбль. Для настоятеля отца Алексея Кормишина в миру архитектора воплощение этой идеи еще не так давно было лишь мечтой. И решил сделать так, что здесь должен быть храм, и он должен быть из другого времени. Поэтому и возник некий такой образ мечты детской, чтобы из другого времени. Когда я стал вспоминать старинные храмы, когда я еще был маленький ребенок, я рисовал церковь, вот такую белую, с одним куполом. Мечта детства, идеальное представление о храме примерно такое. Я увидел это в близости к тем нашим русским храмам 12-14 века. В апреле 2002 года отец Алексей приступил к разработке проекта. Спустя три месяца силами прихода началось строительство. Не знаю, как все случилось. Дальше пошли просить у кого-то что-то. Что-то просили, что-то давали. Ну, не без милости, конечно. Вот Господь, Он же долготерпелив и многомилостлив. Раз о прощащем где-то в Евангелии всегда дверь отворяет. Ну, просишь, дадут тебе же. Только надейся. Ну, у меня бывало, ропот такой на меня находил, что я... Думаю, я прошу, что себе. Почему никто не слышит? Я ходила до отчаяния, плакала. Ну, а потом, слава Богу, вот помилостей Божьей, соорудили вот такой храм. Он настроился ровно девять месяцев. Ровно. 19 апреля 2003 года храм Ксении Петербургской был освящен. Многие полюбили это святое место. Приезжают паломники даже издалека. Кто-то по молитвам Блаженной Ксении Петербургской обрел семью, а кто-то детей. По просьбе Ксении Блаженной по молитве ее рождались дети. Ну, это радость какая. У нас первые двойняшки родились в Пензе. Ему 46 и 44. Сначала мы 50 читали, потом 100, потом 150, сейчас уже не знаем сколько. На престольный праздник в храме Блаженной Ксении было немало сельских ребятишек. Все они причастились к святых христовых тайн. По окончании литургии перед образом святой был совершен молебен. После богослужения в Духовно-просветительском центре в честь праздника был устроен небольшой концерт, подготовленный силами прихода. В Арском занимаются воспитанием и, что очень важно, развитием подрастающего поколения. Здесь работает воскресная школа с детьми разных возрастов, занимаются вокалом, хореографией, рукоделием. Здесь регулярно проходят выставки детского творчества, желающих поучаствовать так много, что порой организаторам приходится отбирать более достойные работы из нескольких тысяч. Одно из направлений деятельности комплекса – социальная работа и реабилитация. Тем, кто оказался в беде и отчаялся, здесь окажут реальную поддержку, помогут пережить испытания, обрести терпение и веру. Наталья Шуплецова, Владислав Ролов, Симбирская метрополия. Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня нам поступил вопрос о том, как воцерковленный человек регулярно ходит в церковь, читает вечерние правила, муж не против, хотя сам в храм не ходит. Есть у них сын, пяти лет, который категорически отказывается приобщаться к вере, не хочет ходить в храм совсем и, если удается его туда привезти, балуется во время службы, мешает всем, что делать. Хороший вопрос, потому что люди часто недоговаривают такие вещи, например, что ребенок, возможно, себя плохо ведет не только в стенах храма. В первую очередь вопрос к родителям. Ведь, приводя ребенка, например, в сад или школу, ребенок точно так же может себя плохо вести и шуметь, и не обращать внимания на то, что происходит. Поэтому наша задача объяснять, в первую очередь, родителям, что если они пришли в храм и пришли с ребенком на богослужение, если ребенок начинает ходить по храму, бегать или кричать, то лучше всего подойти, постараться успокоить ребенка. Во многих храмах есть детские площадки, есть комнаты отдыха матери-ребенка, где можно выйти и посидеть с ребенком, потому что для ребенка достаточно проблематично усидеть на длительных службах, нужно это понимать. И не раздражаться на ребенка, постараться первому подойти к ребенку и объяснить ему, что здесь он неправ, что нужно себя вести потише, что служба скоро закончится, что мы пришли в храм для того, чтобы действительно помолиться, показать, что и остальные дети вокруг в храме не все бегают и не все прыгают, а все стоят и действительно молятся, посмотреть, как люди приходят в храм. Поэтому я считаю, что это вопрос, относящийся, в первую очередь, к родителям. Родители должны своим примером показывать. А зачастую бывает наоборот. Родители приходят в храм, стоят молятся, а дети бегают. Родители не обращают на этого никакого внимания. Прихожане начинают раздражаться. Раздражаться, в первую очередь, на родителей, которые не делают замечания своим детям, которые не говорят о том, что в храме нужно вести себя потише. Родители считают, что дети должны бегать и прыгать, но никто не оговаривает с детьми о том, что придется постоять, придется потерпеть, что церковь – это не то место, где можно бегать и кричать в любое время. Если ребенок совсем маленький, с ребенком можно погулять вокруг храма. В этом нет ничего страшного. Самое главное – постараться не обижаться, не раздражаться ни на тех родителей, которые не успели вовремя сделать замечания своему ребенку, ни на тех детей, которые не знают, как вести себя в храме. Ведь, сказав однажды тому же ребенку слово «сгоряча», мы можем навсегда отвергнуть и оттолкнуть его от храма. Ребенок запомнит, что в храме его поругали, что ему сделали замечания, с одной стороны. С другой стороны, если мы скажем, давай постоим, помолимся, еще немножечко, и все закончится, и вы пойдете с мамой или с папой домой. Я думаю, в такой форме будет и ребенку более понятно, и не обидно тем родителям, кто посчитает, что его ребенку сделали какое-то замечание. Многие христиане, а также те, кто находится вне церкви, часто задаются вопросом, как можно крестить младенцев, если они еще не могут сами за себя сделать выбор. И действительно, мы, читая Священное Писание, например, слова апостола Павла, который говорит, вера от слышания, слышание же от Слова Божия. То есть вера, полноценная христианская вера, она не может быть без развитого ума, который воспринимает Слово Божие. И действительно, как же тогда можно крестить младенцев? Также в связи с этим вопросом можно задать и другие вопросы, исторического плана, например. Какова была практика крещения младенцев, вообще крещения людей в древней церкви? А также вопрос нравственный, а как сочетается данная практика с принципом христианской свободы? Мне кажется, что на этот вопрос следует отвечать с позиции личной веры, с вопроса о личной вере. А во что мы верим? И верим ли мы на самом деле? И каковы должны быть дела нашей веры? Мы, христиане, верим в то, что Бог ради нашего спасения воплотился, стал истинным человеком, ради нас претерпел страдания на кресте, воскрес, тем самым победил смерть, вознесся на небеса, тем самым осветил человеческую природу и возвел ее в достоинство выше всякого творения. А также, в том числе, мы верим в то, что Бог и до ныне живет среди нас в своей церкви, в таинствах, которые преподает Он нам. И вот эта вера христианская, эта надежда, чаяния христиан является самым дорогим для нас, верующих людей. И естественным плодом этой веры должно быть желание поделиться этой радостью, этим восхищением Богом с другими людьми. И в первую очередь это, конечно, относится к родителям, те, кого Бог благословил детьми, и естественное желание христиан родителей поделиться этой верой со своими детьми. Таким образом, крещение младенцев, их восприятие в церковь является естественным плодом любви и веры родителей христиан. И, наконец, о свободе, нужно сказать. Не противоречит ли такая практика крещения, такая любовь, свободе этого младенца, этого человека? Действительно, бывают случаи, когда человек, младенец, вырастает, становится юношей, взрослым, анализирует образцы культурные и духовные, которые ему встречаются на жизненном пути, и можно задаться вопросом упреком в сторону родителей. А зачем вы меня крестили? Ведь я сейчас не хочу быть православным, а я крещен. И сама постановка этого вопроса, она как раз и свидетельствует о том, что человек, будучи крещен, он не лишается свободы. Бог ему дал эту свободу. Хочешь быть христианином, будь им, не хочешь быть христианином, ты свободен и на этом пути. Распространяется такая практика, что если в нашем обществе, в русском обществе, в российском, которое воспитано на христианской культуре, когда человек просит прощения, следует ответ. Бог простит. И вопрос, каким смыслом наполняется творожник, действительно, здесь смысла одного какого-то не может быть. Можно сказать совершенно разной интонацией, совершенно разным намерением, можно даже не иметь намерения, просто сказать это по привычке, потому что так принято. Эти слова восходят к чину богослужебному, к чину прощения, которое совершается в последнее воскресенье перед Великим постом. И слова в полном виде звучат так. Бог простит, как я прощаю. Смысл этих слов заключается в следующем. В том, что человек, который таким образом отвечает, он тем самым свидетельствует, что то прощение, которое мы даем друг другу, оно без него невозможно и прощение нас Богом. Вот это свидетельство является, я бы сказал, центральным смыслом этого выражения. Можно также вспомнить слова Господней молитвы, Отче наш, где Христос учит нас молиться следующим образом, молиться Богу, и остави нам долги наши, прости нам наши грехи, как и мы оставляем пригрешившим перед нами, должником нашим. И здесь тоже смысл в том, что без прощения людьми, других людей, тех, кем они были обижены, невозможно и установление полноценных отношений с Богом, как с Отцом. Это условие спасения. И следует сказать о том, а почему мы имеем нужду в прощении. Мы, люди, имеем несовершенную природу и имеем свойство обижаться. Обида – это такое состояние человека, которое разрушает человеческие отношения, делает человека жестокосердным. Эти отношения также, как мы сказали, мешают и отношениям человека с Богом, в общем, полностью разрушает духовную жизнь человека. Обида, корень обида находится в самозакопанности человека. То есть, когда человек очень концентрируется на себе. То, что мы называем самолюбием, это можно назвать эгоизмом, гордостью, гордыней. И святые отцы, рассуждая об этом несовершенстве, об этом грехе человеческом, советуют следующие способы преодоления обиды. Во-первых, если ты испытываешь обиду к человеку, нужно помолиться об этом человеке. Молитва, искренняя молитва к Богу никогда лишней не бывает. Действительно, нужно помолиться Богу и тем самым все свои душевные движения направить в верное русло. А второй шаг, который нужно сделать человеку, который испытывает чувство обиды, это при встрече с обидчиком не настраиваться на какие-то неприятные разговоры. Во-первых, нужно хотя бы мину на лице держать не угрюмую, а веселую, тем самым хотя бы нежным образом пытаться преодолеть этот разрыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова